МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При этом размер стипендии отличника для студентов вузов составляет 12 200 рублей, для обучающихся в СПО – 9900 рублей. По итогам прошлого учебного года стипендию отличника получили 40 студентов. Еще годом ранее за стипендии отличника обратились 35 человек. На сегодняшний день стипендию уже получили 18 студентов высших учебных заведений и 5 учащихся среднего профессионального образования на общую сумму 297 тысяч рублей. Документы для назначения специальных денежных поощрений из окружной казны подаются до 31 октября текущего года. Жители Заполярья вновь смогут проверить свои знания по этнографии. 1 ноября состоится большой этнографический диктант. В 2019 году количество площадок для проведения акции в округе увеличилось более чем в два раза. Международная просветительская акция пройдет не только в окружной столице, но и во всех муниципальных образованиях округа. По информации Департамента внутренней политики Ненецкого округа, на сегодня для проведения мероприятия сформировано 30 площадок. Диктант будут писать в Ненецком региональном центре развития образования, Ненецком кровеческом музее, в трех учреждениях среднего профессионального образования, школах Наринмара, поселка Искателей и во всех сельских муниципальных образованиях. В округе для проведения акции на данный момент формируется команда общественных деятелей, краеведов, представителей общественных организаций и конфессий, блогеров, историков и депутатов. Формирование площадок продолжится до 20 октября. Для их регистрации необходимо сообщить региональному координатору в Департамент внутренней политики по телефону 2-12-08 следующую информацию. Населенный пункт, адрес площадки, фио-куратора площадки, телефон e-mail. Региональными местами проведения акции могут стать учреждения культуры, образования и другие организации, давшие на это согласие. Кураторы площадок во время подготовки к диктанту получают всестороннюю информационную и консультативно-методическую помощь. Добавлю, в прошлом году этнографический диктант в округе написали более 500 человек на 13 площадках. Еще один шаг в цифровое будущее. Ненецкая компания электросвязи запустила автоматическую передачу показаний со счетчиков вода, газа, энергии и теплооснабжения. Информация с приборов учета поступает в специальную программу. Новую технологию специалисты Ненецкой компании электросвязи запустили еще 9 месяцев назад. В тестовом режиме оборудование установили в нескольких учреждениях окружной столицы, поселке Искателей и деревне Андик. Мы поставили вот такую умную штучку, которая подключена к этому счетчику с импульсного входа. И он по радиоканалу передает эти данные ежедневно, допустим, в 0 часов, так настроено здесь, на центральную станцию. Центральная станция передает эти данные на сервер. И в одном месте у нас собираются данные с более 50 счетчиков по нашему предприятию. Мы, соответственно, видим ежесуточный расход электроэнергии. Эта услуга запущена у нас уже, ну, этот сервис запущен в городе Наринмаре. Мы покрываем весь город, в том числе поселок Искателей, и можем предоставить эту возможность для жителей частных домов, для предприятий, организаций. Вот такой опыт мы уже делаем с четвертой школы. Причем подобными датчиками можно оснастить любые приборы учета, будь то счетчики электро- или теплоэнергии, вода и газоснабжения. Вся информация ежесуточной поступает и хранится в специальной программе. Суточный архив, вот он пишет, все есть. И это все данные есть. Мы можем спокойно, соответственно, с этим работать. А дальше можно очень легко передать в ПОК-ТС. Через, допустим, ну, как бы специальную, допустим, или программу, там интегратор какой-то есть. Ну, просто мы сейчас пока на начальном этапе собираем эти данные для того, чтобы именно отработать аппаратный уровень. Говоря простым языком, подобное оборудование упрощает процесс сбора данных не только потребителям, но и компаниям, поставляющим энергоресурсы. Ведь благодаря новым технологиям появляется возможность мониторинга потребления ресурсов практически в режиме реального времени. Дальше можно двигаться вперед, анализировать, смотреть, интегрировать с системами учета, передавать там в автоматические. Ну, простой пример – это эти данные попадают, допустим, в базу данных электростанций. Электростанция производит по ним расчеты, выставляет счет. Пользователь, ну, или хозяин дома, допустим, там, или, ну да, если говорить о частных домах, хозяин квартиры, заходит в Сбербанк онлайн, вводит свой номер договора, и так как эти системы интегрированы, эти данные сразу попадают в Сбербанк онлайн, и он сразу видит, какую сумму можно заплатить. Установить подобное оборудование можно в любой организации или в частном жилом секторе. Уточнить информацию вы можете в Нинецкой компании электросвязи. 18 октября официально закрылась навигация для маломерных судов на большей части территории Нинецкого округа. Исключения составляют западные районы. Соответствующие сроки закреплены распоряжением губернатора Нинецкого округа. В соответствии с документом, с 18 октября закрывается выход маломерных судов на водоемы территории Наринмара, поселка Искателей, Андикского, Великовисочного, Карского, Колгуевского, Коткинского, Малоземельского, Приморско-Куйского, Пустозерского, Тельвисочного, Тиманского, Хариверского, Хасидахарского и Юшарского сельсоветов, а также поселка Амдерма. С 25 октября навигацию закроют на судоходных водоемах, расположенных в Канинском, Омском, Перском и Шоинском сельсоветах. Сотрудники региональной инспекции по маломерным судам предупреждают об опасности вперед ледостава. Как правило, он совпадает с осенними каникулами, и дети начинают выходить на тонкий лед, не оценивая свой риск. Соответствующую профилактическую работу со школьниками необходимо провести в образовательных организациях и дома. По прогнозам Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, образование льда на реке Печора, включая порт Наринмара, ожидается с 25 по 30 октября. Окружные сельхозпроизводители могут воспользоваться новыми региональными мерами поддержки. Речь идет о субсидии на частичное возмещение затрат по доставке масла и сыра в Наринмаре поселок искателей и сельских поселений региона. Соответствующий порядок по предоставлению дополнительных мер господдержки для производителей продукции в сфере молочного животноводства, разработанный профильным ведомством, по поручению главы региона Александра Цибульского, уже вступил в силу. Возмещение затрат на доставку сыра и масла в Наринмаре поселок искателей предусматривается в размере 60%. На эти цели из окружного бюджета выделено более 630 тысяч рублей. Ежемесячная субсидия позволит аграриям не только снизить финансовую нагрузку на доставку товара, но и заметно увеличить объемы производства и реализации продукции. Главное условие предоставления субсидии – осуществление деятельности на территории сельских поселений. Действие новой меры господдержки будет распространяться с 1 июля 2019 года. Для получения окружной поддержки заявитель должен подать документы в окружной профильный департамент не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетом. То есть для получения субсидии за период июль-сентябрь 2019 года заявка должна быть подана до 30 октября. Добавлю, что в настоящее время в округе производством молочной продукции занимаются 6 хозяйств – СПК «РК «Сула», СПК «Харпу», Нинецкая агропромышленная компания, а также животноводческие комплексы из Великовисочного, Пеши и Омы. В стране стартовал третий по счету конкурс для молодых управленцев «Лидеры России». Регистрация участников уже открыта и продлится до 27 октября. В связи со стартом третьего сезона губернатор Нинецкого округа Александр Цибульский на своем аккаунте в Инстаграм призвал жителей региона заявить о себе на главном государственном конкурсе управленцев. Сегодня самое выгодное вложение – это самая инвестиция. Вкладывая в самого себя, ты по большому счету создаешь себе гарантию постоянной востребованности. Такие инвестиции, как мне кажется, вполне доступны каждому через книги, которые мы выбираем, опыт, который обретаем и грамотно используем, через образовательные программы, которые в сегодняшнем цифровом мире можно подобрать и по уровню сложности, и по стоимости. Главный двигатель в этом процессе – наша собственная активность. Конкурсы «Лидеры России» реализуются автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровня и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Пенсионный фонд России напоминает, как правильные и без последствий распорядиться средствами материнского капитала. Материнский капитал – это мера господдержки российских семей, в которых, начиная с 1 января 2007 года, рожден или усыновлен второй и последующий ребенок. Размер капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Право на его получение предоставляется один раз. Эти средства можно направить на образование детей, улучшение жилищных условий семьи, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество. Обращаем внимание жителей округа на то, что средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств. Для получения сертификата на материнский капитал необходимо обратиться в территориальный орган пенсионного фонда по месту жительства или фактического проживания.